Среди участниц нам встретились мамы разных профессий, но все в один голос признаются, что труд материнства самый нелёгкий и самый радостный одновременно. В этом году участие в конкурсе «Супер Мау» приняли 11 матерей, а это на три участника больше, чем в прошлом году. Мы рады, что каждый год количество участниц этого конкурса становится всё больше и больше, что мамы наших учеников находят время в своём плотном семейном графике, семейных хлопот, время для того, чтобы подготовиться к этому конкурсу и выступить на конкурсе вместе со своими ребятками. Каждая участница подготовила визитку о себе и творческий номер с ребёнком. Также прошли конкурсы на смекалку, на охотчивость и даже на меткость. Между конкурсами прозвучали песни-стихи, посвящённые мамам в исполнении ребят. Каждая семья старалась удивить зрителей, членов жюри по-своему. В преддетстве «День матери» я решила сделать ребёнку тоже подарок и поучаствовать с ней в конкурсе. Мы вот приготовили рисунки, которые Полина у меня рисует, и кормушки, которые у нас приготовил папа с моим младшим сыном. Мы победим! В завершении конкурса все участники получили дипломы и призы от администрации школы. А также представительница интернет-провайдера «Наванет» вручила победительнице почётный приз. В конкурсе «Супермама» мы участвовали впервые. Очень рады, что стали победителями в этом конкурсе. Не ожидали даже, конечно. Спасибо провайдеру «Наванет» за отличный подарок. Представительница интернет-провайдера нашего города «Наванет» рассказала всем собравшимся о благотворительном проекте, помогающий детям, у которых мам, к сожалению, нет. Не каждый ребёнок может сказать «Мамочка, я тебя люблю». И сегодня я хочу вам рассказать о проекте, который запустил «Наванет» буквально со вчерашнего дня. Мы уже в новости на Учебоксарске запустили этот проект и уже начали рассказывать о этом проекте. Целью заключается в помощи гейскому детскому дому-интернату. Это дети с ограниченными возможностями, но очень доброй душой. А у них нет родителей рядом, их утешают только социальные педагоги. Администрация школы живо откликнулась на оказание помощи в осуществлении проекта «Добрый Новый год» и пригласила всех учащихся и родителей присоединиться к добрым делам. Сколько бы нам ни было лет, 5 или 50, нам всегда нужна мама. Нужен ее совет, ласка и забота. К сожалению, мама есть не у всех. И то, что «Наванет» запустил социальную акцию «Добрый Новый год», в которой они хотят помочь к гейскому детскому интернату, это здорово. Мы обязательно примем участие в этом проекте и призываем всем участвовать в этом проекте и помочь этому детскому интернату. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Нового Чебоцарска.